Доброе утро! Вот, кстати, сразу видно, кто молодец, а кто не молодец. Ну-ка, переверните куколку, у нее будет кружиться голова. Значит, смотрите, какая у нас ситуация. Нам нужно будет в преддверии 23-го. Что ты взбиваешься над красоткой? Ребята, вы сейчас просмотрите, как и проиграете фонт. Руководите нами. Да, смотрите, мы должны будем запеленать куколку правильно. Для этого берем пеленочку. Я хочу сказать, что отец среди нас только один, да, пока, насколько я знаю? Да. А то ли еще будет. Да, Антон. Кладем за сутки. Кладем по середочке. Одну ручку зажимаем. Вот таким образом заводим пеленку под туловище ребеночка. Следующую ручку. Надо сделать так, чтобы он не двигался. Вот таким образом. Ну, на самом деле, чтобы он хорошо спал, нужно его обездвижить. Это да. Либо можно бежать. Потом вот этот хвостик заводим вот таким образом. Как дела у нас с собой? Ну, с реальным ребеночком это, конечно, по-другому. Хорошо, что я не участвовала в этом конкурсе. Я бы тоже с треском провалила это задание. Женя, я вырастила двоих детей и одного воспитала так по ходу дела. И то я сейчас пеленаю. И понимаю, что у меня есть ошибки. Вот этот хвостик заводим вот таким образом и фиксируем. Все. Лялечка у нас готова. Можно не расправлять, я просто возьму и скажу, что у меня тоже получилось. Давай, давай, развязывай. Давайте, чтобы вам удобнее было, чуть-чуть распределитесь по столу. У нас, на самом деле, разного размера. Вот в этом подвох. Так что, ребята, давайте. Вот в этом. Мы еще не подвох. Так. Ой, а кто это у нас тут напрудил? Ну что, еще не готовы? Давай, Владимир. Серьезно, состязание, между прочим. Так, мужчина. Вы знаете, я помню, что лет 7 назад в программе «Новое утро» Мы с Андрюшей Дунаевым подобным занимались. Вы пеленали меня. Да, тогда мы пеленали Антона Москуса тогда. Еще совсем юного. Так, ну что? У нас не хватает немного места. Ну, единственное, может быть... А, здесь мало. Нет, нет. Я всегда говорю, что есть такие моменты, которые невозможно отрепетировать в программе. На полу можно же пеленать? Детей на полу нельзя. У нас теплые полы. Иди на новости. Здесь этого не заслуживают. Иди на новости. Иди туда. Давай сюда. Вот, тут и Рома вы... Убирай, убирай все лишнее. Сейчас мы тебя освободим пространство. Эх, хорошо, сейчас операторы поработают с режиссером, понервничают, что не запланирован был переход. Да, Антон? Ну что, готовы? Да, конечно, готовы. Наш карт, внимание, марш! Нам надо на скорость, не на скорость, а на качество. Ну, и на качество, и на скорость. Я думаю, что скорость здесь тоже немаловажный фактор. Как в конце я забыл, что куда-то пихать. Хвостик русалки выводим. Куда? Хвостик русалки выводим. Да, и вот так. И оборачиваем. Хвостик русалки. Нет, ну сильней. О-о-о-е! Тебе нужно сжать. Ты доволен, как я его повернул. Готово? Для того, чтобы все получилось. Готово я раньше был. Браво. Я бежал, дочь. Нет, ну вы че. У меня тут авторский... Я в ужасе от того, что делает с ребенком Валера. А теперь кладем, кладем, кладем. Да, 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 теперь оцениваем результат. Итак. Положите ребенка папаша. Да, Наташа. Мне отбежалось немного. У вас оттенок, ручка пошла. Вы какой-то садист. Немножечко. Ну, на самом деле, ребенок не замерзнет уже. Это я переживаю. Это ребенок, который ночует в ергаках. Он не трошит. Он мой. Так, я же отец. Здесь видно, вот, набитая рука, конечно, уже действующего отца. Немножечко надо было повыше, но это... Ну где? Практически не считай. Вот так переговорится. Так, он не будет тряхаться. Он не будет тряхаться, он будет спать. И последний. А вот здесь, ребята, посмотрите, у нас просто была пеленочка побольше, и у нас еще не действующий отец вполне прилично запеленал. Я считаю, что ему нужно присудить победу. В этой пеленке он в баню ходит, Антон. Все нечестно. Все нечестно. Здесь, посмотрите, ничего не бывает. Вообще, на самом деле, зачем приседания с подушкой, это бесполезная игра. Вот эта вот история с картинками тоже. А пеленать, Антон, ты молодец. Все. Практически молодец. Считай, что ты в глобальном смысле победил. Великий пеленатом москва. За это я заберу панамку. Ты можешь открыть бизнес. Пеленать чужих детей за деньги. Возьми, ты будешь красиво смотреться. В прямом эфире. Все. У нас есть пеленая детей в прямом эфире. А здесь уже антонский капитал. А здесь уже капитал Красноярского края. А здесь вектор земли дадут, так что все. Ты смотри, он не запеленатый. Антон может быть. И ведущая программа «Новое утро» благодарят сеть магазинов «Рич Тойз» за предоставленных пупсов. Мяу.